А сейчас с нами на прямой связи министр обороны Степан Полторак. Степан Тимофеевич, здравствуйте. Мы видим, ситуация в зоне АТО в последние дни обостряется. Чего можно ждать в ближайшее время? Что может происходить 9 мая? И сколько времени продержится первая линия обороны в случае наступления боевиков? Ситуация в зоне проведения антиллерсической операции действительно сложная, но стабильная. В последнее время, буквально неделя, количество обстрелов со стороны террористических группировок, которые поддерживаются российскими войсками, увеличилось. И я бы хотел сказать, что активность и обстрелов, и провокации увеличилась. Они активно проводят на данный момент боевую потоку, слаживание тех подразделений, которые сформированы террористическими группировками. Они готовятся и проводят провокации по отношению к нашим подразделениям. В нами зафиксированы случаи, когда они выезжали в зону нашей ответственности и наносили удары из своего вооружения по своим же подразделениям, для того, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт. Что ожидать от вооруженных террористических группировок? Я думаю, из того самого названия, то, что они вооруженные террористические группировки, и следует и сам ответ. А террористам можно ожидать все, что угодно. Естественно, они могут и спровоцировать, они могут сами обстрелить свои населенные пункты для того, чтобы нас обвинить. И естественно, что возможность какая-то есть и спровоцировать. Я предполагаю, небольшие, но на каких-то участках могут быть провокации и в форме наступательных действий. Я думаю, что в этой ситуации нам нужно рассматривать не столько, что ожидать от них, а насколько готовы мы. И в этой ситуации я хотел бы сказать, что мы провели колоссальную работу последние два месяца для того, чтобы создать серьезную группировку, резервы, как в районе поведения антирористической операции, так и в районных пунктах постоянной дислокации, где расположены наши части, для того, чтобы своевременно и эффективно среагировать на те вызовы, которые могут возникнуть. Да, понятно, мы на это очень надеемся. Но у меня к вам есть еще один, возможно, неприятный вопрос. Журналисты наши постоянно находятся в зоне АТО, общаются с нашими военными. И вот те говорят, особенно те, кто стоит под Донецким аэропортом, что последние месяцы начались сбои выплаты зарплаты, есть уже даже задолженности. С чем это связано? И когда ситуация изменится, ну и изменится к лучшему? Системных проблем с выплатой заработной плат не существует. Деньги для выплаты заработной платы есть. У нас было сфиксировано два случая задержки заработной платы, и речь шла не о неделях, речь шла о днях. Значит, тут есть и субъективные, и объективные причины, почему так произошло. Чтобы мы четко понимали, буквально за последний месяц мы призвали 54 тысячи человек. Сейчас идет пятая волна мобилизации. Естественно, объем работы, который необходимо произвести в воинских частях и в финансовых службах огромен. Кроме того, сложности с доставкой денег в зону проведения антистической операции дали о себе знать, и поэтому небольшие задержки были. Я еще раз говорю, речь шла о нескольких дней в двух подразделениях. Это 11-й батальон и 25-я бригада. Эти проблемы уже устранены. Ясно. Еще одна громкая тема. Как происходит процесс объединения с добровольческими батальонами? С какой целью это делается? Согласился ли уже правый сектор? Ну и есть ли добровольческие батальоны, отказавшиеся просто наотрез? Человек, у которого есть оружие, у него должен быть статус. В этой ситуации может быть два статуса. Он может быть либо на службе государства, либо он вне закона. Поэтому все формирования, которые на сегодня не определились, они должны это сделать и выбрать свой путь. Что касается непосредственно правого сектора, у нас ведутся переговоры. Мы предложили им вступить в состав вооруженных сил на законных основаниях. Это даст возможность более эффективно использовать силы и средства, которые у нас есть. Нам необходим опыт этих ребят, у них очень большой этот опыт. Он нам необходим и для обучения тех подразделений, которые есть, ну и в том числе для использования в ходе ведения боевых действий. Работа с ними продолжается. Действительно, пока предварительно речь идет об одном батальоне, который будет входить в состав вооруженных сил Украины. И впоследствии мы нарабатываем механизмы, так чтобы это было и правильно, и безболезненно, и эффективно. И я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт. Ну да, действительно, безболезненно это хорошо. Главное, чтобы еще и без скандалов. Последний вопрос, мало времени. Наши бойцы на передовой говорят, что боеприпасы у них начинают заканчиваться, они их даже одалживают друг у друга, между подразделениями. Вы можете это прокомментировать или нет? На сегодняшний день запасы боеприпасов, как в зоне проведения антирессийской операции, так и по всей Украине, достаточны для того, чтобы ввести активные боевые действия. И факты, если, конечно же, они есть, я прошу их представить. Конкретно в таком подразделении решение будет мной принято в течение двух-трех часов. Спасибо. Министр обороны был с нами на прямой связи.